Так парни, всем привет друзья! Сегодня погоняем в Ацета Корса Посмотрел я как другие гоняют И самому захотелось Давно не гонял, где-то около года Поедем в Монце Прокатился я по Монце Покатался Время минуты 51 Рекорд этой трассы в онлайне Минута 47 Но я и не стремился Как бы вот так Появились новые машинки 2019 года Сейчас вы увидите первую машинку Это Астон Мартин Он мне очень понравился Крутая машинка И сегодня я на ней поеду А в конце гонки, после гонки Друзья, я покажу как Разукрасить свою машинку И добавить свои раскраски И как бы Создать свою гонку Свой чемпионат Чтобы ваша раскрашенная машина Там принимала участие Как бы вот так Ну что ж, парни Квалификацию мы видим Квалификацию я проехал Сейчас поедем гонку Это гонка без спидстопа Следующую гонку поеду Спидстопом И расскажу, как в ней Что настраивать Погнали, парни Погнали, гонка Очень удобно стартовать Друзья, первым Потому что Впереди вас Никто не мешает Главное Не пропустить Зеленые огни Ну или Команда механиков Погнали Графика здесь Охренительная Друзья У меня На ультра не тянет Ну Может тянуть Но маленький FPS Погнали Еду я на высокий Ну Что-то добавил Ультра Некоторые части В основном Высокие Ну что ж Погнали Сейчас будет Первый поворот Очень сложный Очень сильное Торможение И главное Не промахнуться Ехать будем Десять минут Как бы вот так Погнали Очень шикарная Машина Красивый Кокпит Красивый Кокпит Внутри Все так Шикарно Красиво Сделано Мне очень Понравился Этот Астер Астер Марк 2019 Года Сейчас Мы на нем Едем Года 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 Рock Года Года на сегодняшний день это самый лучший симулятор друзья самый лучший симулятор это отцена коса компетизионы так что всем советую кто хочет о машинах знать побольше но тут на машинах кстати не узнать минимум настроек но как настройки есть но только те которые должен знать водитель и принципе пилот но и для того чтобы допустим я так понял здесь настройки только те который может вам посоветовать механик вы не копаетесь очень глубоко для пилота это не надо в реальности пилот говорит вот мне нужно чтобы она хорошо поворачивала вот не нужно чтобы она хорошо тормозила или наоборот хорошо ускорялась все вот эти настройки все они здесь все есть вы и как механик и как вы можете под себя настроить машину в принципе сделали все правильно феррари не отстает буквально на хвосте сидит квалификации я ехала с топливом меньше половины пришлось на гонку добавить на гонку добавить сейчас я прямо чувствую что машина очень тяжелая и естественно поменялись тормозные точки так как гонка то есть квалификация была в обед там в 13 часов не помню 12 либо 13 а гонка началась в 16 часов то есть как бы вот так то есть поменялись тени они лежат по-другому закрывают некоторых тормозные точки сейчас гонять просто сложнее нам а это и и и и и и и Я убрал все подсказки, потому что они, в принципе, мешают. Некоторые обзор закрывают, а вот когда инженер говорит, выходит подсказка, она на русском, друзья. Вот перевод инженера на русском, но его надо читать. Он тоже закрывает, либо я отвлекаюсь от дороги, и, в принципе, он тоже мешает. Она, подсказка тоже мешает. К сожалению, Ferrari с 19-го года здесь не представлена. То есть, я так понимаю, что в 19-м году машинка была старая с 19-го года. Так она осталась. Добавили McLaren с 19-го года, Porsche с 19-го года. И Астон Маркен, на котором я сейчас еду, тоже деликатство углина. По-моему, все. Да, в Хонду 19-го года добавили. На Хонде, на Porsche, на McLaren, на McLaren обязательно мы прокатимся. Так, ну замечательно. Противники все подотстали. Но хотя я в Ferrari вижу, в некоторых поворотах он меня нагоняет. Я вижу красное пятно сзади летя, это зеркала и камеру заднего вида. У меня все по харкору. Все помощники отключены. Остаются только те, которые в реальности в машине существуют. То есть, я специально их не отключаю, потому что они в реальности в машине существуют. Только те, которые реально существуют. Все. Все остальное у меня, все отключено. У меня ничего вообще нет. То есть, камеры все вы видите, они как в реальности. То есть, вас качает, вас бросает. Машина накреняется. То есть, как бы все видно. Единственное, мне не могу подключить OpenTrack. OpenTrack не подключается. С VR-ом я играю. Ну, VR-ом у меня просто нет. Ну, в принципе, здесь и так все нормально. То есть, перед поворотом пилот, голова пилота, взгляд поворачивается, поворачивается на аппекс. То есть, на поворот смотрит. И пусть накриняется машина. В принципе, все нормально, все нормально. Можно играть и здесь. Если вы не хотите в машине разглядеть сиденье и все такое, то оно вам не нужно здесь. Аппекс. Очень сложно здесь торможение с учетом износа шин и то, что у вас на старте перед гонкой машина тяжелее. То есть подобрать точку торможения, иногда тормозишь на одной точке, а машина либо пролетает, либо не долетает, а с учетом как вы износили шины. Очень красивая игра, очень красивая, очень качественная игра. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот что-то он сказал, наверное, предупредил, что гонка заканчивается, но и что надо удержать позицию, опустим стандартные правы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично, отлично, парни, все, гонка закончилась, я на первой позиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательно. Обязательно будем смотреть повтор, смотрите на авто, как я его раскрасил, как бы, вот так. И можно здесь создавать чемпионаты со своей раскраской, со своей машиной. Еще я не знаю, можно ли играть с друзьями в онлайне со своей машиной, когда ты его раскраской сшиваешь, но, в принципе, можно попробовать. Вот, Астон Мартин, 2019 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бентли тоже, к сожалению, 2019 года не представлено, только 2018 год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота, парни, красота, красотища. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я много машин поставил, надо машин поменьше сделать. Я поставил где-то 20-ти машин в гонку. В принципе, при повторе даже их все равно половина не видно. Как бы надо меньше поставить, может, это в прейс поднимется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Побольше фейс по-карту очень требовательная игра. Но и красивая, поэтому требовательная. Вот машинка, вот эта красота, да? Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, феррари-то, они все рядом оказывается были, а в зеркалах-то их не так и видно, хотя я дальность спрессовки машин в зеркалах поставил на максимум. В принципе, должен был видеть, но их не видно. А так вот, на повторе, они буквально на хвосте себе. Так что, парни, у кого есть ацеток корса, давайте, я не знаю, спишемся в стиме или где-то на ютюбе пока начните там писать. Давайте команду создадим, погоняем. Все по-честному, все по хар-кору, без всяких читов, без всего. И, ну, будет классно просто. Кто согласен, пишите на ютюбе, в комментариях. Потом спишемся, созвонимся и создадим команды и будем гонять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, парни, сейчас в конце гоночки я покажу, как раскрашивать машины и в чемпионате вы можете увидеть свои раскраски, как бы вот так. Ну, про онлайн ничего не знаю, то есть я попробую, то есть вот на этой машинке создам сервер, даже приглашать никого не буду, просто зайду на свой же сервер, который я создам и посмотрю, будет видеть он мою пользовательскую раскраску. А, ну, хотя другу все равно надо было пригласить, хотя бы, чтобы он посмотрел, он видит или нет. То есть я-то ее буду видеть. А вот приглашенный человек будет видеть или нет. Ну, в принципе, если это тут по умолчанию можно раскрашивать, то есть ты не сам в какие-то файлы залазишь и раскрашиваешь, то есть там, то есть это здесь все по умолчанию можно просто взять и заменить, раскрашивать. Значит, я так думаю, абонент ваш в онлайне должен видеть ваше творчество, поэтому посмотрим. Смотрите, видите, на повторе видно, что они просто не отстают на госте. Если бы любая была моя ошибка, и, в принципе, они бы были разом, там, в 2 секунды бы просто перепрыгнули, обошли и все ушли. А, да, я еще забыл, ребята, сказать, что здесь сделали. Теперь можно машину, при выборе машинки, можно ее вращать, можно крутить, увеличивать, приближать, отдалять, и можно открывать дверцы. Но вообще игра просто стала, ну, просто классная стала вообще. Мне очень все понравилось. После, я где-то полгода-год не заходил в нее, ну, как бы наигрался, и другие игры были. Вот сейчас зашел, ну, просто приятно удивлен. Просто приятно удивлен, мне все понравилось вообще. Номер 46. Это номер мото-гонщика Валентина Росси. Я фанат этого мото-гонщика, и поэтому все номера, в принципе, я ставлю 46. Это Валентина Росси, MotoGP. Ну, просто крутой пилот, и я ему вносил. Так, ну, это, наверное, последний круг, парни. КОНЕЦ блин все прошло как по маслу выиграл квалификацию удачно стартовал стать у меня было несколько стартов я проигрывал старт буквально шел третьим первым поворотом а то меня просто за я мог бы обогнать но как я не то есть этот третий стандарт нормально стартанул и нормальный выход в принципе так и должно даже у меня все поломки поставлены если машина бьется об заборы об отбойники от другие машины у ней выходит всякие приборы ломать прибор она может не заводится может еще что-то как бы вот здесь есть осуществление такие поломки поэтому просто все очень классно как последний круг последний поворот все пора все почему-то он только желтыми флаги мы машут эти неважно кто там эти судьи кто там вот должны клетчатыми махать они желтыми машут будто авария где-то перед ну да ладно это мелочи это мелочи так все гонку завершил выходим сделали награждение что раньше не было так вы конечно блин но не чуть-чуть блин не продумали крутизны не хватает и немного правильно тела движения не хватает как бы вот так это выглядит пока в мотокров супер кроссе это круче сделан от приветствия пилота здесь немного не с филоне но я думаю сделают еще там сейчас начнут вопить нам что там зачучило и все такое немного до деревянно но что есть то есть уже приятно все равно награждение это хорошо так ну что ж парни вот сюда заходим добавляем машинку как только какую которую вы хотите раскрасить вот у меня здесь есть два вида астон мартина девятнадцатого года то есть это вот этот первый который вы видели уже вот так открывается дверки у него то есть можно посмотреть что внутри ну не совсем конечно залезть туда пока нельзя но уже очень прикольно очень интересно сделали как будто можно посмотреть как я буду это светиться фары ваш и гореть и когда вы будете в гонке но вот нижние почему-то у меня не горели то есть я не знаю это почему вот такая есть раскраска у меня тоже прикольно мне очень нравится вот так как все выглядит здесь вот можно добавлять машинки какие которые вы хотите раскрасить хонда вот тут есть только почему-то 17 18 года так не пойму а где еще машинки девятнадцатого года почему старенькие состоят так ничего не поменялось вот тут есть такая машинка еще интересная на похоже на ламборджини вот так она выглядит так что-то парними не врубаясь а где машинки ты девятнадцатого года не все машины вот там руль не такой за это здоровый эта машинка низенькой спортивная руль там здоровый как вы так как от троллейбуса так вот они появились две хонды астон мартины бентли ну вот они все по две появились старые машинки новая то есть можно выбрать и и раскрасить вот porsche возьмем porsche и попробуем его раскрасить здесь можно номер поменять сразу сделаю номер как 46 естественно здесь можно команду номер название команды сделать прописать можно русскими буквами можно не русскими буквами короче кому как удобно кому как хочется то есть выбор есть и это замечательно так здесь мы выбираем страну но остальное понятно да давайте давайте раскрасим здесь мы модификация раскрасок как сколько цветов на машине будет то есть будет ли она однотонна будет будет там три цвета четыре цвета два цвета как бы вот так давайте вот эту выберем так так спонсоры но пока спонсоров мало дают на на пользовательские раскраски ну вот эту и оставим porsche не будет ничего менять так это тоже там типа команды какие-то там про там еще что-то так так ну здесь раскраски начинаются раскраски основной цветом сейчас вот белый поменяем ну вернее поменяем а оставим белый наверное потому что сольется все только сделаем его опять из хрома я обожаю хром вообще цвет блин такая раскраска вообще самая классная так черный цвет немного с хромом сливается конечно здесь красный не убираем тоже делаем его хром красный оставляем так вот этот третий цвет поменяем ну это просто так предварительно просто так сейчас попробуем покрасим потом я ее переделаю конечно блин ну очень трудно подобрать цвет красному и белому хрому то есть металлику короче вот прикольно оставим золотистый замечательно замечательно так диски можно либо под желтый цвет сделать либо под капот под красный то есть и так и так будет нормально смотреться так есть дополнительно подсветка вот это она находится вон на решетке на воздухозаборнике снизу у всех машин то есть если вы хотите чтобы при повторе ваша машинка смотрелась красиво можно подсветочку сделать она будет светиться таким же цветом каким захотите либо красным под капот либо золотистым вот под это обрамление под под подкрылки вот эти подкрыли и и и и и и и вот так будут гореть фары на на трассе замечательно красивая машинка все сохраняем и можно принципе гонять все парни как бы вот так я на этом буду прощаться парни сейчас секундочку секунду вот так она выглядит но принципе уже неплохо мне нравится смотрите главное слева вот видите слева посмотрите слева главное чтобы был пользовательский чемпионат чемпионат пользовательский иначе вы свою машинку не увидите в официальных чемпионатах вы раскраску свою Не увидите Только пользовательский чемпионат Все парни, всем пока Всем удачи